Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Тема эфира сегодня – ожирение. «Хорошего человека должно быть много» – на самом деле этой фразой тешат себя те, кто не может самостоятельно отказаться от пирожков и променять свое любимое кресло на простейший тренажер. А ведь лишний вес негативно влияет абсолютно на все – на поведение, привычки и, главным образом, на здоровье. У нас в гостях хирург областной клинической больницы Владимир Юдин. Ну, ожирение, я думаю, что можно с полной уверенностью признать как пандемия мировая. То есть, если раньше была проблема акселерации, высокого роста, то сейчас ожирение поступает на первый план, что это бич практически всех развитых стран. И она несет за собой груз тяжелых осложнений, эта проблема, потому что здесь, к сожалению, мы пока не очень-то вооружены. И то, что мы сегодня имеем, ее нужно максимально использовать. Ну, зная свой образ жизни и образ жизни моих коллег, я догадываюсь, что одна из причин – неправильное питание, когда эти перекусы, перехваты, обязательно что-то с булочкой. Да, это определенное, конечно, следствие урбанизации и вот этого спешного режима постоянного догоняния времени. Ну, и, конечно, генетическая детерминированность определенная есть. Но в целом, конечно, это совершенно справедливо ненормированный прием пищи. Какие еще факторы могут способствовать ожирению? Ну, естественно, конечно, это и сидячий образ жизни, это, в общем-то, и стрессы, это в определенной мере, конечно, и игнорирование физической культуры, как понимание в таком нормальном, здравом смысле. Но это вот основное, пожалуй. Но сами себе, естественно, мы ничего не назначим. Одно дело – кушать по расписанию, второе дело – кушать правильно, да, или заниматься физкультурой, опять же, правильно. То есть нужны специалисты. Ну, несомненно. То есть на сегодняшний день просто так бороться в одиночестве с ожирением, наверное, это было бы неправильно, потому что существующие различные комплексы упражнения, диет, множественных, различных парамедицинских вариантов лечения ожирения, они, к сожалению, не решают проблему в целом. Как помогают врачи именно решать это? Ведь не только уговорами, да, и каким-то правильным рационом. Поскольку вы хирург, опять же, радикальные методы, правильно? Да. На сегодняшний день все-таки мы пришли к выводу, что хирургические методы лечения ожирения, они более адекватно действуют на снижение веса и дают стабильное снижение веса, что, конечно, тормозит развитие различных осложнений, таких как сахарная диабета, атеросклероз, инсульты, как предвечивающие гипертонической болезни. И, в общем-то, на этом стоило, конечно, знать населению, что на сегодняшний день консервативные методы лечения, к сожалению, себя в определенной мере исчерпали. Не знаю, как это правильно называется, но сейчас модно уменьшать желудок. Насколько это опасно бывает для здоровья? Все-таки основные процессы в любом случае тоже меняются, наверное. Ну, надо сказать, что хирурги пришли к выводу о том, как можно помочь человеку в лечении ожирения, наблюдая за больными, которые принесли ряд таких видов, как нарушение функции пищеварения в желудке, образование фитобизааров, такие, знаете, вот как растительные комки или волосяные комки. И возникало ощущение, что аппетит пропадал. И когда их удаляли, аппетит восстанавливался. По этому пути пришли к выводу, что можно вводить в желудок баллон временно, который будет стимулировать, как бы, что желудок сыт, и человек начинает снижать вес. Но это временный эффект. Для того, чтобы более стабильно получить снижение веса, нужно уменьшить объем желудка. Тогда в результате его уменьшения гормон горелин становится быстро включаемым и нет необходимости приема пищи. А чтобы это сделать, можно положить манжетку на верхнюю часть желудка или же произвести реконструктивную операцию. То есть уменьшить желудок хирургическим путем и соединить часть от оставшегося желудка с тонкой кишкой, чтобы это быстро наступил сброс в содержимое желудка в пищеварительный тракт. Для большинства это все-таки безопасно. Или есть, опять же, какие-то стрессовые пограничные ситуации, о которых стоит подумать, прежде чем эти хирурги? Ну, надо всегда помнить о том, что хирургическое лечение, оно всегда небезопасно. Это не должно быть иллюзии. Но, тем не менее, при почвах и прочих равных, те осложнения, которые приводят к ожирению, особенно так называемое морбидное ожирение, то есть связанное уже с болезненным фактором, угроза получить тяжелые осложнения, которые могут привести к фатальному исходу, гораздо выше, чем то, что мы предлагаем оперативным путем. Мы накопили достаточно большой опыт в лечении, хирургическом лечении ожирения, и считаем, что, в общем-то, он на сегодняшний день безальтернативен. Сейчас в Рязани есть достойные специалисты, которые помогут нам избавиться от этой проблемы, я правильно понимаю? Да, вот в областной клинической больнице мы этим широко пользуемся. Вот мой коллега доктор Мельников, который занимается этой проблемой более целенаправленно, и мы с ним проводим эти операции, доктор Иванов. И думаю, что вот сейчас мировая практика и в отечественной медицине накопился определенный результат, который позволяет нам с оптимизмом смотреть на этот вид хирургического лечения ожирения. А можно какую-то статистику привести, кого больше поступает? Мужчины, женщины? Может быть, возраст есть определенный? Да, в общем-то, в равной степени, но все-таки, наверное, больше женщины. После родов, стресса, развода, все сказывается. Да, то есть и социальная какая-то адаптация, и определенная проблема с ношением одежды, и целый вал проблем, связанных с позвоночником, нагрузка увеличивающаяся. Надо всегда помнить о том, что все-таки критерий ожирения какой-то есть, да? Наиболее оптимальная оценка ожирения – это по соотношению объема талии и бедер. Если объем талии поделить на объем бедер, то если он выше единицы или приближается, это уже ожирение. Особенно ожирение висцеральное. Это что самое опасное, когда жир откладывается непосредственно внутри брюшной полости. А это влечет за собой ожирение органов и тканей. Это значит атеросклероз, это значит нарушение функции печени, поджелудочной железы, почек и так далее. Вот что самое опасное. Всем-то хочется как? Сел на диету, проснулся красивым. Так не бывает. Тем более, что через неделю начинаешь уже кушать больше. То есть от того, что не получается похудеть. Определите, пожалуйста, приблизительные рамки, за какой период времени реально можно сбросить определенный вес. Ну, если речь вести о консервативных методах воздействия, то здесь, боюсь, что рецепты я вам особого не дам, потому что они все-таки индивидуальны. И у каждого человека есть определенный, как бы, ну, свой режим питания. Самое главное, что не шарахаться из стороны в сторону. То есть одна диета, вторая диета. Надо почувствовать себя в том комфорте приема пищи, который дает наиболее стабильный вариант. Обычно как делают? Ага, я не буду есть утром, не буду есть в обед, а наемся в вечернее время. Это самый плохой, самый неправильный подход. Нужно, как говорили спартанцы, поесть хорошо утром, чуть-чуть поесть в обед и ложиться голодным. Это должно быть достаточно хорошее количество мяса, овощей, фруктов. Вот что самое оптимальное, что можно добиться хоть какого-то более-менее стабильного результата. Большое значение ведь имеет эстетическая сторона. То есть мы избавились от жира, но никуда не девается кожа. Помогут ли нам здесь, в Рязани, специалисты с тем, чтобы мы были стройные и подтянуты? Конечно же. Идет целая такая, ну, плеяда оперативных действий, которые направлены на эстетическую форму тела. То есть это и обдоминопластика, это липоктомия, это липосакция. Это различные виды воздействия на кожу, подкожно-жировую клетчатку. Они имеют место, но это уже второстепенно. То есть это надо будет помнить, что ни липосакция, ни обдоминопластика, так скажем, очень сильно не влияют на ожирение. Они просто уменьшают общую массу тела. Да, после, скажем, обдоминопластики, убирая там 4-8 килограмм массы, оно снизит воздействие на позвоночник. Оно улучшит комфортность, там, скажем, гормонального фона. Но в целом надо решать проблему радикально. Вот у меня такой вопрос. А не обращаются ли к вам или к вашим коллегам мужья, недовольные тем, что жены пополнили и надо как-то вот что-то с ними делать? Бывает такое? Даже, может быть, не в больнице, а вот среди друзей где-то? Где-то 1% мужчин, которые начинают такое делать недовольное выражение лица, что вот если бы жена чуть-чуть похудела, ну это крайне редко, я вас уверяю. Что бы вы посоветовали нашим телезрителям и, может быть, тем, кому ни в коем случае не стоит худеть? Может быть, есть и такие? Ну, патологическое худение – это вторая часть, которая крайне опасная. И мы наблюдали несколько пациентов, которые принимали препараты, снижающие вес, и включался механизм агрессивного разрушения витаболизма. То есть у них возникали устойчивые повышения температуры, неконтролируемые снижения веса. В конечном итоге они приходили к ахексии и погибали. Это крайне опасная тенденция. Поэтому все попытки лечить ожирение медикаментозно должны быть четко совершенно обсуждены с эндокринологом. Так что главный совет – всего должно быть в меру. Это была программа «Семь минут». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!